приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы два месяца назад мы готовили сыр и менталь швейцарский сыр и менталь было цилиндрической формы так хорошенько раздулся как видите сыр должен быть с большими глазками но сейчас посмотрим что получилось конечно в маленьких в таких маленьких головках большие глазки получить достаточно проблематично но в любом случае будем скрывать будем проводить дегустацию ссылку на то как мы готовили этот сыр ссылку на рецепт вы найдете в описании этого видео также когда вы перейдете по ссылке на видео с рецептом приготовления в описании будут все ингредиенты необходимые для приготовления этого сыра а также будет пошаговый текстовый рецепт купить ингредиенты в украине можно в интернет-магазине сырок.com.ya также в интернет-магазине сырок.com.ya можно купить можно купить ингредиенты по отдельности можно купить готовый набор для приготовления этого сыра давайте будем пробовать и смотреть что у нас получилось но на ментальчик зарежем тебя и посмотрим что у тебя внутри нету ожидаемого эффекта нету ожидаемых больших глазков какие-то небольшие глазки есть но совершенно небольшие давайте сейчас нарежу посмотрим вот я же говорю в таких маленьких объемах сложно получить сыр с большими глазками реально это конечно очень маленькие хотя так как он вздулся я рассчитывал что глазки будут большие ну надеюсь что вкус меня хоть не по не подведет сыр был реально цилиндрической формы он так раздувался прямо на глазах я думал что глазки будут такие серьезные а глазки совершенно ну совершенно небольшие по структуре получился ну обычный сыр то есть глазки есть но как видите они они реально не соответствуют тому какой должен быть и менталь скажем так давайте попробуем на вкус и немножко расстроен внешним видом наверное вы это тоже почувствовали потому что ну ожидание были знаете как эти как мы мои ожидания и реальность я думал что сыр так хорошо раздулся и что тут будет такие глазищи как мыши проели так по вкусу аромат грибной хороший грибной с ореховыми нотками то есть по аромату и менталь по самой консистенции теста тоже сыр отличный то есть он эластичный не ломкий возможно что он должен был бы продлить еще длительность он у нас на теплом созревании был 10 дней возможно надо было бы продлить длительность теплого созревания дней до 15 вот если у меня сейчас такие подозрения ну что ж друзья по вкусу по вкусу и менталь сыр с ярко выраженным ореховым вкусом совершенно без всяких кислинок очень многие не любят кислинки в сыре вам сюда в эту сторону по вкусу идеальный настолько настолько четкий ореховый привкус вот такой чуть-чуть сладко ну не сладковато даже нельзя сказать нейтрально ореховый который именно является отличительной особенностью менталя он здесь чувствуется по вкусу сыр получился по виду вы не очень я думаю в текстовой версии рецепта я внесу изменения теплое созревание продлить то есть не 10 дней делать период теплого созревания а 15 дней тогда думаю эффект будет получше друзья все равно мы получили хороший вкусный сыр хоть и без глазков проеденных мышами можно запустить сюда бы шея не проедят глазки потому что сыр вкусная не смогут проедать на самом деле действительно очень вкусный пробуйте приготовить увеличивайте время теплого созревания сам по себе рецепт сделан полностью правильно проблема проблема в созревании в этом уверен на сто процентов тем более что сыр получился на вкус вообще фантастический ну и подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх а мы с ларисой снимаем для вас новые сыры всего доброго пока